привет мои хорошие спасибо что заглянули ко мне мне безумно приятно в общем сегодня я выбрала искусственное освещение хотя есть и дневной свет мне почему так понравилось как падает свет вот в этом ракурсе поэтому решил поставить вот ring light он светит нам и у нас сегодня давненько не было грузинские хинкали у нас здесь 8 штук они достаточно большие очень аккуратные маминого производства вот гляньте какие красавцы прям горячие здесь у нас еще огурчик и сок который остался со вчерашнего дня это апельсиновый сок давайте приступим соус значит на все буду будут ссылочки ссылочки на грузинские хинкали будут вам по боксе если я забуду пишите в комментариях я обязательно оставлю и на соус тоже очень простой там его делать буквально три минуты я сегодня еле встала девчонки еле встала вот не могла никак встать мне такое было состояние прям хотелось спать я уже второй день подряд чисто по плану действую в общем каждый вечер я составляю план действия сколько видео я должна заснять и все дела вот и все это я делаю представляете так что я умница надо работать работать и еще разработать новое дыхание что касается истории рассказывал прошлом видео про работу так вкратце расскажу кто не смотрел это видео в общем так получилось что мы с коллегой поменялись клиентами и так получилось что я сделала продажу на его клиента он просто первое число не хотел выходить на работу я вышла потому что особо новый год не отмечала мне потому какая разница шестого пойду работать с клиентом или первых вещах я вообще знаете там поменяться не знаю смена какая-то нужно всегда со мной было просто со мной всегда можно поменяться потому что я не люблю портить отношения с коллегами когда у тебя плохие отношения с коллегами тебе просто не хочется на работу ты просто не любишь свою работу конечно не всегда это зависит от тебя иногда знаете такими гнилыми людьми работаешь ты думаешь господи боже мой до того как я устроилась к своему двоюродному брату я как раз таки работала с людьми знаете все такие искусственные все такие знаете подхалимы к начальству это было ужас я вам рассказывал да одна девочка мне шла на обед делала вид типа она работает чтобы создать впечатление у босса что она такая трудолюбивая как только он уходил на обед только тогда она вставала ну сейчас у нас коллектив вообще прям золотой зарплата лучше коллектив лучше не знаю компания более такая продвинутая так получилось что 1 числа я пошла работать с клиентом и я сделала продажу мы договорились что половина суммы я поделюсь с ним эти варианты прочитала в комментариях спасибо вам большое за обратную реакцию что вы мне пишите комментарии некоторые из идей были ты что айка он не пошел первого числа вот пусть теперь не получает денежку вот поэтому решили поделить сумму на двоих вот так и разрешилась эта ситуация мы договорились если он продаст 6 числа опять же он поделит со мной но есть честно сомневаюсь что 6 числа он продаст короче кто не видел то видео мы просто поменялись клиентами я пошла первое число делась продажа ему 6 вот и поэтому решили поделить чтобы никто не остался в обиде вкуснотичка соус такой острый прям пар из ушей я острое не люблю но в то же самое время я хочу поехать отдыхать в грузию моя подруга она грузинская азербайджанка то есть ее родители живут в грузии она мне говорит всегда алька там еда настолько острая ты просто поедешь ничего не съешь приедешь голодная давайте немного по отвечаю на вопросы анастасия шевчук задает вопрос точнее пишет огромное сообщение айка у меня была ситуация когда моя двоюродная сестра у меня украла золотое ожерелье которое стоит очень дорого у меня есть все доказательства что это сделала именно она как ты думаешь стоит ли об этом говорить ей напрямую или просто промолчать вы знаете ситуации бывают разные мне кажется если у тебя нету прямых прям доказательств таких как например ты нашла это ожерелье у нее в сумке или кто-то конкретно есть свидетель что он видел как она берет это ожерелье я считаю что если нету таких доказательств просто так наговаривать на человека ни в коем случае нельзя ну вот ни в коем случае у нас были соседи в саратове и там свекровь свекровь там и невестка они конкретно не ладили прям были ужасные отношения и как-то там у девчонки браслет браслет с бриллиантами он потерялся мы с ней общались в Да, она была просто уверена, что это сделала ее свекровь. Прям уже устроила скандал дома, свекровь начала оправдываться, что я это не брала туда-сюда. А получается, что дома только они вдвоем со свекровью. Просто некому было брать. То есть мужа был в поездке, а у свекрови мужа не было. То есть сын свекрови, он моряк был или что-то такое. В общем, он постоянно уезжал-приезжал. То ли моряк, то ли дальнобойщик. В общем, у него работа такая была, неделю там его нет. Иногда две недели нет. В общем, потом столько же отдыхал дома. Какая-то такая работа у него была. В общем, она была уверена, что это сделала свекровь. Она говорит, что я конкретно помню, что это ожерелье было на комоде. Ой, ожерелье, браслет был на комоде. В общем, споры, разногласия, там, оскорбления, туда-сюда. И что вы думаете, произошло? Потом, где-то через полтора или два месяца, она делала уборку. Я увидела, что ее браслет под комодом. Он такой, знаете, комод с ножками. Скорее всего, это сделал котик. У них был котик, который постоянно играл с такими мелочами. Он просто играл-играл. По полу катал туда-сюда. И получается, что нашли под комодом. Она, правда, начала говорить, что вот, это, скорее всего, подбросила моя свекровь специально. Тут настолько плохие отношения были там. Ну, мне кажется, если ты со стопроцентной уверенностью не уверена, не нужно это говорить. Потом пожалеешь. Поэтому косвенные доказательства, они по факту ничего не доказывают. Виновность, причастность или нет. Если вы просто сомневаетесь в каком-то человеке, просто умеете класть свои вещи, драгоценности в какое-то такое место, где никто точно не возьмет. А так разбрасываются иногда, вот реально. У нас на работе, когда я еще работала в строительной компании старой, у нас была девочка, которая всегда, когда заходила в туалет, я извиняюсь, мыла руки, и постоянно она свое кольцо обручальное. Забывала, оставляла нам на раковине. Слава богу, ей всегда возвращали. Но люди разные. Нужно за своими вещами самой присматривать. А не потом, знаете, с обвинениями бросаться на людей, что вот это сделала ты. И каждый раз мы ей отдавали это кольцо, что вот возьми. Я лично не снимаю кольца, когда я мою руки, потому что я знаю, что я забуду. А там брюлик был. Наверное, поэтому она каждый раз снимала и каждый раз забывала обратно надевать. Такой сок вытекает. он просто обалденный. Сочный до умопомрачения. В общем, поэтому я не советую предъявлять. А вы пишите ваше мнение в комментариях. Было ли у вас такое, что у вас кто-то, например, что-то украл, и вы конкретно знаете, кто это? У меня было с деньгами. Я конкретно знала, кто это сделал, потому что об этом знала только я и она. Но я все равно ей в лицо не говорила о том, что я знаю, что-то у меня украло деньги. Это неправильно. У нас даже был случай. Частный дом, когда у нас был в Саратове, и к нам пришел какой-то мужчина, я не знаю, это подстава или что было, пришел какой-то мужчина в туалет. У нас на улице был туалет. И он оставил там деньги. Свой кошелек или что-то, в общем, там, где туалетная бумага лежит. Потом он пришел, папа ему отдал. Хотя мы точно не знали, это его был кошелек или нет. Чей-то кошелек там был. Все заглядывали к нам в туалет. В общем, на этом все, мои хорошие. Обязательно берегите себя. Не обвиняйте людей вокруг. Может быть, они даже и не виноваты. Всех люблю. Целую. С вами была Ика Эмили. Пока.